У теленгитов южных алтайцев было три вида традиционного жилища – аланчик, конический шалаш чум, войлочная юрта и многоугольный срубленный из бревен аил. Ученые считают, что появление деревянных многоугольных срубных жилищ у народов Сибири связано с земледельческой культурой, но несет в себе влияние кочевой культуры. Деревянная юрта – своего рода попытка приспособить технику сруба традиции круглого жилища. Этот тип жилища у разных народов Юга Сибири называется по-разному. У теленгитов это аил. Аил строили обычно шестигранным, у алтайцев шесть считается символическим числом – высотою в человеческий рост. Между бревнами прокладывали мох. Крыша коническая, закрытая жердями и берестой. Потолка нет. Прямо в крыше отверстие для выхода дыма, тоже крытая корой. Очаг раскладывали в центре деревянной юрты, прямо на полу, которого, впрочем, нет. Вместо пола утоптанная земля. Очаг считается священным местом. Вокруг него можно ходить только по часовой стрелке. Жилище делилось на женскую половину, справа от входа, и мужскую, с левой стороны от входа. Напротив двери, за очагом, был передний красный угол, где принимали гостей и могли собрать со всей семьей за столом. К огню в очаге теленгиты относились уважительно. В их понимании он был живым существом. Его оберегали. Запрещалось выносить огонь из жилища. Не допускалось прикосновения к своему огню человека из другого рода. Хозяин сам подавал гостю прикуренную трубку. На огонь не указывали и не касались его острыми предметами, топором или ножом. Не сыпали в него соль и другие горькие или ядовитые вещества. Не бросали в него мусор. Не сквернословили и не ссорились у очага. Считалось, что огонь очищает. Современные алтайцы используют аил в качестве летней кухни. Предпочитая жить в большей по размерам избе. Аилы также можно увидеть на летних и зимних пастбищах. Проверенное годами теплое и удобное жилище используется и в наши дни.